Приветствую, друзья! Путин любит объявлять в России год чего-нибудь. Может, вы не знали, но 21-й год был годом науки и технологий. Это на словах, конечно. На самом деле это был год репрессии, год закручивания гаек. Ну, что тоже, в общем, конечно, технологии. По мнению мемориала, у нас в стране 420 политзеков. Правозащитники считают, что их около тысячи, а в будущем эта цифра может вырасти и до 10 тысяч. Кстати, пока мы готовились к съемкам этого видео, власти объявили о принудительной ликвидации мемориала. Ну, не нравится им, что кто-то напоминает о политических заключенных. Спектр репрессии за годы правления Путина еще никогда не был так широк. От маринования в спецприемники до карательной психиатрии. От давления на студентов до взятия заложников. Давайте попробуем вместе оценить масштаб бедствия. Итак, десятка самых абсурдных политически мотивированных дел в России. 21-го года, 21-го века. Начнем, понятно, с конца. Актриса Лариса Кривоносова сыграла на YouTube-канале роль пресс-секретаря полиции Марины Вульф. В ответ получила штраф 1000 рублей и арест 10 суток за незаконное ношение формы. Утром 19 сентября на пуль дежурного ОМВД города Уссурийска поступил сигнал о том, что на одной из городских автобусных остановок заложена бомба. Ну, бред. Да? По этой логике сажать надо половину телевизора. Песков, как обычно, сказал, что про Кривоносова ничего не знает. Надо разбираться. Может, это и не сатира была, а оскорбление представителей власти. Ничего оскорбительного актриса в этой роли не говорит. Но кто-то точно обиделся. Вероятно, официальное лицо МВД Ирина Волк. Кастинг в этом самодеятельном шоу гениальный. Посмотрите, для Ирины это кривое зеркало. И еще одна деталь. В ролике у пресс-секретаря полиции с каждым кадром прибавляются звезды на погонах. Ну, совсем как у Ирины в жизни. В 27 лет она капитан, в 30 майор, в 33 подполковник, в 37 цельный полковник. Стремительная карьера. Гораздо быстрее, чем у оперативных работников. В 42 Ирина становится генерал-майором. И далее ей это звание за работу, которую, как мы видим, отлично может делать даже ранее судимая самодеятельная актриса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В октябре Кривоносову приговорили к трем месяцам колонии за нарушение административного режима. Сейчас она в тюрьме. Считает ли она сама себя политзаключенная, это неизвестно. Но факт. Больше в роли Ирины Волк мы ее не увидим, как минимум в этом году. В Архангельске к 2,5 годам колонии приговорили политического активиста и бывшего координатора штаба Навального Андрея Боровикова. Формально за то, что он разместил у себя ВКонтакте порно-клип группы «Рамштайн» на песню «Пусси». На самом деле, конечно, за позиционную деятельность. Клип в России не запрещен. Его хоть сейчас можно найти в том же ВКонтакте у пары сотен пользователей. А солист Рамштайн Тиль Линдеман без проблем выступает на Красной площади. К нему насчет распространения порнографии у полиции вопросов нет. Архангельская полиция, очевидно, сдалась целью обвинить Боровиков во всем, что сможет придумать. Активист отбыл 8 суток ареста за пропаганду нацизма, потому что в одном из видео на его странице промелькнул Гитлер. Заплатил 4000 рублей штрафа за пропаганду наркотиков в клипе «Децла». А теперь распространение порнографии. Причем за абсолютно легальный клип. В общем, в Архангельске в этом году посадили рецидивиста. Любимый город может спать спокойно. Если бы мы в этом рейтинге брали в расчет только бредовость обвинения, не учитывая масштаб и суровость наказания, то дело Смирнова, Сергея, могло бы претендовать на призовое место. Лавреда Медиазоны зимой арестовали на 25 суток за абсолютно безобидную шутку в Твиттере. В ней даже юмор не политический, а сугубо частный. Шутка основана на том, что Смирнова путают с известными музыкантами. Ну, похожи они прическами. В том самом твите, который Смирнов скопировал себе на страницу, его сравнили с лидером пандгруппы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Полиция же нашла криминал в том, что на фото стояла дата и время акции в поддержку Алексея Навального. А это уже не шутки. Смирнов не публиковал призывы к протестам и даже не ходил на митинг. Но ему вменили повторное нарушение порядка проведения массовых акций. Как работал, так работаю. Буду меньше шутить, наверное. В итоге главред Медиазоны отсидел только 15 суток. На заседании в апелляции Смирнову таки удалось объяснить шутку судье. Ну, не правда, вот же его теперь, в самом деле. А уже осенью Смирнова вместе с Медиазоной признали иностранными агентами. Есть такая отдельная категория политических уголовных дел по инициативе снизу. Какой-нибудь товарищ майор засиделся в тесном кабинете, и вот у него выбор. Либо палок на наркопотребителях накосить, либо один раз раскрыть заговор. Ну, или революция, или уж чего уж стесняться, гражданскую войну. В каком-нибудь чатике. Желательно перед выборами. Этот мультфильм студентка высшей школы экономики Мария Платонова сделала по следам летних протестов в Москве в 2019 году. Он о том, как случайный человек попал за решетку. Фильм практически пророческий. Так вот, накануне выборов следственный комитет обезвредил группу подстрекателей. Они якобы призывали выходить на центральные площади своих городов 18 сентября. Посты и видео они публиковали в телеграм-канале «Что делать?». Всего было арестовано 11 человек, среди них и Мария Платонова. И ее история самая абсурдная. Следствие заявило, что Мария тоже писала в чат сообщения. Именно она якобы скрывается под ником «Вован Забивной». И никаких доказательств этого следствие не предоставило. Но это не помешало суду отправить Марию под домашний арест. Обвинение и вовсе попросило посадить Марию в СИЗО. Впрочем, как и остальных фигурантов этого дела. Абсурдность этого дела в том, что домашний арест совершенно невиновного человека это по нынешним временам вполне себе победа гражданского общества. Кого вы представляете, когда слышите о нарушении санитарных норм? Отравленных путинским поваром малышей в детских садах? Или подпольный цех по производству колбасы? Уж точно ведь не тех, кто в центре Москвы скандирует «Путин вор». Но власти даже ковид используют для борьбы с оппозицией. Так появилось санитарное дело. Сторонников Навального обвинили в том, что они призывали людей в своих соцсетях выходить на улицы, несмотря на запрет проводить массовые мероприятия в период пандемии. Абсурд дело в том, что в нем нет потерпевших. Никто из-за протестов ковид не подхватил. Среди тысяч участников акции нашелся всего один несознательный гражданин, которому по медицинским соображениям туда ходить бы не стоило. Всего один. А ведь над делом работали 14 следователей. Они опросили более 300 свидетелей и провели более 30 обысков. Вот это эффективность. Но цинизм даже не в этом. Цинизм дело в том, что примерно в то же время, например, компания «Сима Лэнд» заставила своих сотрудников маршировать строем под предприятие в поддержку Путина. Путина, привет! Владимир Владимирович, мы с вами! Ведь на мероприятиях в поддержку Путина ковид же не распространяется. Кстати, пока расследовалось санитарное дело, президент и сам выступил перед толпой на стадионе. Без маски, да еще и с сомнительными призывами. Пожалуйста, вдохните как следует. Путин собрал толпу в марте. Уже больше полгода прошло. А дела в отношении организаторов этого митинга так почему-то и нет. Еще одно уголовное дело по следам зимних протестов. И снова экзотическая статья. Вовлечение несовершеннолетних в опасные действия. Обвиняются четверо журналистов студенческого издания «Докса». Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Алла Гутникова и Владимир Метелкин. Они якобы записали и распространили ролик, в котором призвали студентов не бояться давления администрации вузов, потому что молодость все равно победит. Возможная победа молодости возмутила Роскомнадзор. Редакция «Докса» была вынуждена удалить видео, но этого оказалось мало. В апреле на ребят завели уголовное дело. В квартирах журналистов и их родственников прошли обыски. Изъяли технику, допросили, признали обвиняемыми и выбрали меру пресечения. И вот тут самая мякотка этого дела. Басманный суд постеснялся дать фигурантам домашний арест и назначил ограничение свободы. Вот только ограничена она оказалась чуть меньше, чем полностью. Им нельзя было пользоваться интернетом, нельзя общаться с людьми, кроме адвокатов. А главное, разрешалось покидать свой дом ровно на 60 секунд в сутки. За минуту до полуночи. В сетях ее прозвали «Минута Доксы». А «Эхо Москвы» отдало эту минуту эфира, чтобы фигуранты дела могли сказать все, что им заблагорассудится. Они читали стихи. Умываюсь, как будто я свободный человек. Грею чайник, как свободный человек. Еду в трамвае, как свободный человек. Позже суд сделал послабление. Но молодые люди все равно до сих пор не могут полноценно учиться, работать и жить. А у нас впереди четверка самых не просто абсурдных, а еще и самых жестоких политических дел современной России. Шаман Александр Габышев планировал дойти от родного Якутска до Красной площади, развести там костер, скормить огню кумыс и конский волос, провести обряд с бубном. Вот таким образом он хотел прогнать из Кремля демона, из-за которого в России все беды. Владимира Путину, то есть. Скажете, абсурд? Нет. Абсурд, что власть невозможно поменять на выборах. И поэтому шаману приходится пробовать это сделать при помощи бубна. Идти пешком из Сибири в Москву не преступление. И если бы мы жили в правовом государстве, то Габышеву просто не дали бы развести костер на Красной площади. И все. Но как раз все-то получилось иначе. Следственный комитет обвинил шамана в экстремизме. Назначенные эксперты объявили его невменяемым. А суд постановил поместить его в клинику для душевнобольных. Юрист Алексей Принишников в октябре отыскал своего подопечного в Новосибирской психиатрической клинике специализированного типа. Это такой вид клиник, он самый строгий. Из него просто так нельзя выписаться и уйти домой. Теперь принудительное лечение займет, возможно, годы. А что, собственно, лечат? Желание человека сменить власть? Неприязнь к Путину? Оппозиционный настрой? Как показали недавние выборы, такие диагнозы становятся в России все более распространенными. И что теперь, всех в психошку? Правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей Минздрава немедленно освободить Габышева. У меня тоже есть свое обращение в российский Минздрав. Ну вот, если раз уж вы признали невменяемым человека, который хотел бубном свергнуть президента, давайте проверим и самого президента, и его прислугу, которая совершенно серьезно испугалась шаманского камлания. 31 мая в петербургском аэропорту Пулково полиция остановила самолет, который уже выруливал на взлетную полосу. Что случилось? Оказалось, поймали особо опасного кандидата в депутаты, который совершил страшное преступление, написал пост в фейсбук. Вот зачем устраивать весь этот цирк? Ради строчки, что задержан пивоваров при попытке скрыться? Абсурд в том, что Андрей не только не хотел скрываться, но и готовился участвовать в думских выборах. В деле пивоварова вообще много абсурда. Во-первых, тот пост, за который политик был задержан, написал не он. Но суд все равно оставил пивоварова в изоляторе. Во-вторых, пивоварова обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией, которой попросту нет. В-третьих, само содержание преступных постов. Например, текст о сборе средств на горячие обеды и защитные маски для врачей в первую волну пандемии. Это тоже была, оказывается, нежелательная деятельность. Видимо, поэтому власть этим и не занимается. Андрей уверен, что его арестом изолировали от выборов. Отец народов когда-то говорил, что не важно, кто как голосует, важно, кто как считает. Для полной изоляции в суды по Андрею не пускали прессу. А мама Андрея за все эти пять месяцев так и не смогла получить с ним свидание. К сожалению, дальше этих дверей, этих ворот меня никто не пропускает и свидание мне не дают. Выборы прошли. Но не отпускать же теперь человека. Тем более на его примере так наглядно можно показать. Хочешь писать свое частное мнение в соцсетях – сядешь. Хочешь заниматься политикой – сядешь. Хочешь поддерживать политзаключенных – к ним присоединишься. Дело Алексея Навального. Оно поражает не только сутью обвинения, сколько контекстом. Был отравлен, выжил, нашел смелость вернуться, осужден, отправлен в очень непростую колонию. Предлог для ареста выбрали совершенно абсурдный. Сначала снова откопали дело Евроше, по которому уже и решение ЕСПЧ есть. Потом придумали абсурдную историю с нарушением условий отбывания условного срока. Долго искали Алексея по месту прописки, как будто сами не знали его местонахождение. Можно подумать, что кто-то другой давал разрешение на вывоз в Германию на лечение. Затем абсурдная история с посадкой самолета в другом аэропорту и арестом на паспортном контроле. И вот, наконец, абсурдная постановка уже в колонии. То якобы больного туберкулезом положат на соседнюю шконку, то запрещают заключенным общаться с Алексеем, то демонстративно следят даже, пардон, в туалете. Я сам просидел в заключении более 10 лет в общей сложности. Такой прессинг, пусть и не самое страшное из того, что было, но нервы треплет изрядно. И, конечно, вершиной абсурда в этом деле является отрицание властями очевидного. Никто, никого специально за решетку не прячет из каких-то политических соображений. Ну да, это так просто совпало, что на каждого оппозиционного политика по уголовке. Нет, это не из политических соображений, просто все жулики в оппозицию идут. Ну не в единую же Россию им идти, бюджет разворовывать. Ну, сами подумайте. На первом месте дело абсурдное в своей бесчеловечности. Режим взял в заложники отца бывшего главы фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Юрию Жданову 67 лет. Больше полугода он сидит в СИЗО по абсурдному обвинению. Перед выходом на пенсию Юрий Жданов работал в жилищной комиссии небольшого северного поселка. Он рекомендовал выделить квартиру, стоявшей на очереди Юлии Ветровой. Комиссия такое решение утвердила, глава поселка квартиру выделил. Позже оказалось, что семья Ветровой уже получила денежную субсидию, квартира ей не положена. Разобрались, квартиру забрали. Сначала виновных не нашли. А потом еще как нашли. В марте Юрия Жданова обвинили в превышении полномочий. По этой статье даже домашний арест, это уже суровая мера пресечения. Но далее СИЗО. Этапировали в Архангельск. А через два месяца дело переквалифицировали на мошенничество и служебный подлог. Теперь грозят упрятать в тюрьму на 10 лет, которые для пожилого человека с расшатанным здоровьем могут стать пожизненным заключением. Символично, что ФБК не раз расследовал незаконное выделение квартир. Чиновники и прислужники власти легко получают собственность квартиры стоимостью миллионы долларов. Но тут никаких дел арестов. Это другое. Например, в Москве на Садовнической набережной построили дом для очередников. Но как минимум 12 квартир заняли сотрудники мэрии и их семей. Еще несколько чиновники Министерства ведомств, бывший помощник Путина и актриса Лариса Гузеева. Люди, видимо, крайне нуждающиеся. Вот кого бы следовало проверить. В деле Жданова ущерба нет, потерпевших нет, нет умысла и обогащения. Но его продолжают держать за решеткой. Буквально на прошлой неделе суд продлил меру пресечения до 12 января. Я могу только догадываться, под каким давлением живет Иван Жданов. У меня уже 18 лет по делу Юкса есть заложник Алексей Пичугин. Но даже мне тяжело представить, каково это работать с мыслью, что чем сильнее ты давишь на Путина, тем сильнее тот может отыграться на твоем родном отце. Я не считаю, что здесь есть какие-то элементы сталинизма. В первой половине 21-го года кто-то еще мог подумать, что Путин ослабит гайки. Ну, когда выборы пройдут. Теперь очевидно, репрессии только набирают обороты. В октябре появилось сразу несколько новых политзаключенных. Вячеслав Егоров, экоактивист из Коломны, получил год и три месяца по дадинской статье за мирный протест. Либертарианец Глеб Мариясов получил 10 месяцев в колонии по абсурдному обвинению в перекрытии дорог на акции протеста. Якобы он размахивал руками и говорил, куда идти. И за это ему еще и иск впаяли от Мосгортранса на 2 миллиона 700 тысяч рублей. Адвоката Ивана Павлова объявили в розыск. Ранее на него завели уголовное дело за разглашение данных следствий. Экс-координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева оказалась в СИЗО по обвинению в создании экстремистского сообщества. По совокупности тяжких статей ей грозит до 10 лет колонии. На суде Лилия сообщила, что, вероятно, ждет ребенка. Но судья решил, что это не повод проявлять милосердие в адрес невиновного человека. На авторов уже упоминавшегося YouTube-канала Барракуда завели уголовное дело о хулиганстве с применением взрывных устройств. В одном из роликов главный сатирический персонаж цикла Виталий Наливкин стреляет из гранатомета. На самом деле это муляж и пиротехника. Съемки проходили на пустыре. Никто не пострадал, никакого ущерба. У авторов видео даже есть справка от МЧС. Несмотря на это, им теперь грозит до 8 лет лишения свободы. Остается только надеяться, что хотя бы за оставшееся до Нового года время не появится новых поводов эту десятку еще раз полностью пересобрать. А пока напишите письмо политзаключенному. Оно как раз дойдет к Новому году. Там это важно. Вот прямо сейчас возьмите и напишите. Ведь самая длинная дорога начинается с первого шага. Счастливо вам! Продолжение следует...